21 ноября пропал с радаров известный белорусский журналист Владимир Чуденцов. Как стало известно позже, он был задержан при попытке якобы перевести через госграницу запрещенные вещества. Ситуация до боли напоминает сфабрикованное дело против журналиста Медузы Ивана Голунова. С той лишь разницей, что в этот раз журналист насолил лично диктатору, а не подковерным генералом. А следующей жертвой беспредела силовиков может стать каждый из нас. Но обо всем по порядку. До недавнего времени у белорусских спецслужб было негласное правило не устраивать провокации с оружием и наркотиками против оппозиции. Однако не так давно эти принципы начали сыпаться. В 2017-м накануне массовых протестов появилось дело против Белого легиона о незаконном вооруженном формировании, прорыве джипа через границу и подготовке массовых беспорядков. Серьезные статьи. Однако уже спустя полгода дело полностью развалилось. Фигурантов по отделу Белого легиона отпустят до конца дня. Полгода назад активному противнику строительства аккумуляторного завода под Брестом пришили уголовное дело о хранении боеприпасов. Спустя полгода оно полностью развалилось. На мой взгляд, такие команды даются с очень высокого верха, скажем так, с высоких кабинетов. В этот четверг, 21 ноября, известному журналисту Владимиру Чуденцову в поезде подбросили наркотики. Это дело тоже развалится, если вы не будете молчать. Ведь завтра их могут подбросить вам. В Беларуси продолжается предвыборная вакханалия. Власти нагло фальсифицируют выборы и не краснеют, а диктатор Лукашенко хочет остаться на очередной срок. Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Одним из главных противников любого авторитарного режима всегда были независимые СМИ и журналисты. Сегодня их заменяют блогеры. Достаточно взглянуть на наш с вами фильм «Лукашенко. Уголовные материалы», который уже посмотрело более двух с половиной миллионов человек. И это только в Ютубе и Одноклассниках. Люди активно скачивали, делились с друзьями, смотрели целыми семьями. Каждый третий взрослый беларус слышал о фильме, в том числе и Лукашенко. Я же не жалуюсь, когда на меня все шишки там валятся. Я там и котов убивал в детстве, и на смотышках был, и стрелял кого-то. Что я только не делал. Абсолютное вранье. Фильм такого масштаба просто невозможно сделать в одиночку. Это тысячи страниц текста и консультации, запись, монтаж, обработка. 90% всей этой работы я взял на себя. Однако были и те, кто помогал мне в этих оставшихся 10%. Как правило, это были самые близкие и знакомые люди. Журналист Владимир Чуденцов среди них. Он никогда не был напрямую связан с каналом. Ведь живя в Беларуси, это просто небезопасно. Тем не менее, во многом помогал, консультировал. А иногда, при полном отсутствии у меня времени, даже помогал в редактуре текстов. Бесплатно, по своей воле, рискуя свободой. Ведь одному осилить тот объем информации, который присылаете мне вы, неравнодушные белорусы, просто невозможно. А потому и задержание Владимира. Дело исключительно политическое и связано со мной. С вами. Ведь меня лично достать не могут. Поэтому начали заходить через тех, кто мне близок и дорог. Чтобы напугать, отомстить. Грубо, колхозно, топорно и непрофессионально. Как всегда. Жестко, это значит, если какой-то, извините меня, мудак или придурок. Чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого не хотелось. Отвернем голову и поворачиваем руки. Вы знаете, как это умеют милиционеры делать. В четверг, 21 ноября, Владимира Чуденцова задержали при попытке якобы перевезти через госграницу запрещенные вещества. Чтобы вы понимали, никто не везет в Польшу запрещенные вещества. Там курение марихуаны не уголовное, а административная статья. В Польшу Владимир ехал на заработки по официальному приглашению. В паспорте у него была свежая виза, в кармане билет, а в сумке подброшенные вещества. По счастливой случайности, именно в тот день и в тот момент таможенники решили проверить багаж выезжающих из Беларуси пассажиров. Чтобы вы понимали, белорусским таможенникам совершенно плевать на багаж выезжающих пассажиров. Этим занимается, как правило, польская сторона. Но в этот раз решили проверить, да еще и с собакой. Вот так описывает процедуру девушка, которая сидела за Чуденцовым. Забавно, что проверка на нем и окончилась. Дальше проверять с собакой никого не стали. Зашла девушка с собакой, и он, получается, сидел в ход, и на втором сидении от входа, то есть самое начало. Собака начала проверять всех, и на нем, ну, на его сумке что-то почувствовала. Того человека, который у всех спрашивал, везете ли вы что-то, позвали. И они начали открывать сумку и в перчатках. И начали, ну, то есть рассматривать все, что там было. Судя по всему, наркотики подбросили, когда Владимир отлучался в туалет. Попутчица обратила внимание на странную женщину, сидевшую возле нее. Обратит внимание на нее и сам Владимир в разъяснении таможенникам. Потом начали задавать всякие вопросы, по типу, с кем вы ехали, ну, с кем вы ехали, кого вы знаете. Он сказал, что я из Минска в Брест, со мной рядом на сидении сидела какая-то странная женщина, очень похожая на зэчку. Может быть, она что-то сделала. Похожей на зэчку женщина была неспроста. Да, обычно такие задания выполняют сексоты. Люди, которых не посадили, а взяли на крючок, чтобы те следили, сливали и выполняли вот такие задания. Но здесь они точно прогадали. В Польшу наркотики не возит никто. А вообще никто. Более того, запрещенные вещества нашли и в квартире Владимира. Ехал на работу в Польшу, оставив дома наркоту. Вы правда настолько дебилы. Мы отодвинули кровать на ширину этого прохода и нашли пакетик, приклеенный к ножке. К ножке? Вот где-то. Маленький пакетик. Я говорю, а что это? Это, наверное, наркотик. Я говорю, он никогда не употреблял наркотиков. И этого, я говорю, не может быть. По словам матери Чуденцова, она часто отлучалась из квартиры к дочери, которая живет этажом ниже, в то время как сама квартира оставалась открытой. Да и когда уходила по делам, дверь не всегда запирала. В один из таких моментов, вероятнее всего, и подкинули наркотики. Обыск в квартире начался лишь спустя сутки после задержания. До этого никто не знал, где находится Владимир. А пришедшие опирания оставили матери журналиста ни одной бумажки, ни одного протокола на обыске или его копии. Зато забрали компьютер и флешки. А зачем по наркотической статье забирать технику? Вот они тоже забрали его. Ну, они все это запечатали. И все. И вот все, что осталось у меня от сына. По словам друзей Чуденцова, некоторое время назад аккаунты журналистов сети были взломаны. А сам он начал замечать возле своей квартиры подозрительных людей. Володя неоднократно говорил про то, что с ним происходят какие-то странные вещи. Например, он заявлял про то, что даже его соседи ему говорили, что возле двери его квартиры, которые, я напомню, как сказала его мать, она не запирала практически никогда. Так вот, возле двери его квартиры периодически даже соседи замечали каких-то странных людей, которые пытались посмотреть в глазок, пытались послушать, что происходит за дверями и так далее. И рассказывал про то, как к нему приходили менять модем, причем абсолютно новый, от государственной компании Bell Telecom. Люди, которые выглядели крайне подозрительно, выглядели, знаете, скорее, как двое из ларца, подозрительно похожие. И оба не особо понимали вообще в терминологии сетевых построений и так далее. И они очень долго вертелись у него в квартире. Я считаю, что это мог быть один из способов, в том числе, подкинуть наркотики и заранее сделать такую мину замедленного действия у него в квартире. В такой ситуации было бы крайне глупо хранить у себя дома что-либо запрещенное. Более того, бессмысленно. Журналист никогда не употреблял наркотики, более 15 лет не пил, а недавно после болезни и бросил курить. С Владимиром Чуденцовым я знаю мы опушнее 5 год и ведаю его життё достатково подробязно. Я николе не поверил в тое, что он был наркоманом, где займался гандлем наркотиками. На мою думку тое, что отбылось, это помста Александра Лукашенки, Владимиру Чуденцову и блогеру Нексте за их активную позицию супрать дзеющей улады. К чему именно прицепились таможенники, неизвестно. Официальной информации по делу нет. По словам варшавского друга Владимира, к которому он и ехал, журналист должен был передать ему азербайджанский чай и горчичники. Также Владимир вёз с собой много лекарств, поскольку недавно пролежал в реанимации с тяжёлой пневмонией. Владимир стал опушнее месяце отжевать, что ему погружаю небеспеку за его журналистской деятельностью у Беларуси. Тому он попросил меня зарабить запрошение на визу. Для зарабим ему запрошение. Али у той момент, когда он пересекал межу, яго затрымали. Яму подкинули наркотыки. Да яго дочопились, что яго в Алиске лежала горбата. Гэто я попросил мне привезти горбату, якая называется Азер Чай, якой можно быть на Комаровском рынке. Кроме того, я попросил яго привезти мне горчичники, для моей жёнки, чтобы она захворела. Это дело исключительно политическое, месть за фильм и помощь врагу номер один хитрозачёсанного диктатора. Выборы близко, маразм крепчает. С Владимиром Чуденцовым я знаком около 10 лет, за это время мы регулярно общались, в том числе лично. При встречах он никогда не употреблял алкоголь, даже оставаясь белой вороной в компании. В конце августа этого года он связался со мной и попросил некоторые комментарии о состоянии психического здоровья Лукашенко, его диагнозе, прогнозе и разрешении на использование старых материалов. Я заинтересовался, зачем ему это надо. Он сказал, что работает над фильмом в команде, посвященном четвертьвековому юбилею правления тирана в Беларуси. Я на 100% уверен, что Чуденцова наркотиков не было и что данное дело является политически мотивированной провокацией. Более того, это провокация, это попытка фабрикации уголовного дела с целью запугать как тех, кто сотрудничает с телеграм-каналом Nexta, так и с ютуб-каналом Nexta, так как данное новое явление для белорусской политической реальности представляет опасность для Лукашенко, либо, по крайней мере, он так считает. Колхозная усатая власть будет делать все, только бы остаться на очередной срок. А значит, завтра наркотики могут подбросить и вам. Именно сейчас тот переломный момент, при котором или мы все это схаваем, или начнем масштабную кампанию солидарности. Для начала в соцсетях. С хэштегом «Фри Чуденцов» рассказывайте о беспределе друзьям. Это беспрецедентный для Беларуси случай, хоть и копия российской спецоперации против журналиста Голунова. Там, под давлением общественности, резонансное дело рассыпалось в пух и прах. Теперь все в ваших руках. Помогите, если хотите, чтобы потом помогли и вам. Скинуться на адвоката, привлечь внимание международной общественности и правозащитников, расшарить информацию о беспределе в своих соцсетях. И обязательно отправить это видео своим друзьям. Давайте вместе добьемся справедливости. А канал «Нехта» продолжает свою работу, несмотря ни на что. Уже совсем скоро вы узнаете, как шхи усатого диктатора попадает в парламент, кто именно фальсифицирует выборы и чем опасна интеграция с Россией. Оставайтесь с нами.